Значит, по проблемам халтикинцев в Туркменистане, мы можем с тобой поговорить об этом сейчас? Конечно, можем. Ну вот, ты приезжал туда, так, в Туркменистан, и каждый год вот они тебя приглашают, как известного заводчика, как специалиста, как селекционера. Вот твое впечатление о том, что скачет на импадроме. Кому отдают призы? Знаешь, если говорить объективно, то отдают призы не тестированным лошадям. А по типу какие эти лошади? Не тестированные по типу, они могут быть разные. Ты прекрасно знаешь, что они могут пробовать, а лошади очень типичные. То есть, тут, мое мнение по типу, это дело второстепенное. Главное, что лошади не тестированы. Есть лошади, у которых бабушки и дедушки уже не тестированы. Ну а причина в чем? Почему не тестируется? Причина в том, что не хотят. Ну как, сам президент, значит, стал президентом Международной ассоциации. Он декларирует, проповедует, что вот Ахалтикин сейчас на подъеме, везде идет реклама. А специалисты приезжают и в один голос заявляют, что племенная работа потеряна. Если лошади не тестированы, то по современному понятию нельзя их назвать ахалтикинцами. Согласен. Так почему не тестируют-то? Ну, значит, потому что так им проще называть их чистобородными. Они, значит, заново что-то создают, видимо. Они не знают, что создают. Им так просто и удобно. А ты в курсе, что часть чистокровных, высококровных жеребцов попали в Туркменистан из России? Я слышал об этом. Я слышал об этом даже в речке. Я слышал Ави, потом Гамбург, Сайкон. Я слышал об этом. Помнишь, уходили туда, в Ташаусскую область, из какого-то совхоза, вот рядом с вами, где-то? Да, да. Точно не знаю, но слышал я. Вот Ави, Сайкон и Гамбург, вот три крички трех этих лошадей. Эти жеребцы, я сам могу свидетельствовать, они попадают сюда из Ташауса в Ашхабад, и они используются, их дети скачут. Мало того, вот тот жеребец, которого Халык пытается поставить в производители от Рахмана, он как раз получен в этих сочетаниях. Нет, от Рахмана получен, а Рахмана, я знаю, только Киемир ответил. Не только Киемир, гнидой жеребец, знаешь, там тоже на этих кораблях, на рахмановских кобылах, делал эту лошадь Чаммат. А он не стоял. А, да, да. А как же его перечить? Да, там антричку. Это гнидой жеребец. Рыжий. Рыжий, рыжий жеребец. Рыжий, 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 рыжий. Так, а ты можешь скинуть ее? Да, есть, на эту скину. А вот лаборатория есть в Туркменистане? Ну, откуда же я знаю. Ну как, вот они же говорят, что они через лабораторию проходят, там и так же. Нет, нет, лаборатория не работает. Не работает? Нет. Ага. Ты тоже знаешь об этом. Я знаю, но я... Нет такой информации, что она работает в лаборатории. Ну а как выписываются племенные свидетельства? Лаборатория должна иметь международное прислание, аккредитацию международную. А в Туркменистане нет этой аккредитации? Поскольку я знаю, нет, может, ты что-то новое знаешь, но... Я ничего не знаю. Я тоже слышал, что лаборатория не прошла аккредитацию, не прошла компализм-тест и так далее. Да, она не работает, поскольку я знаю. Да. Значит, племенной учет фактически запущен, пущен на самотек. Тут даже не то, что пущен на самотек, а отсутствует важнейший элемент племенного учета, тестирования, поводы. И как долго, ты считаешь, это идет? Ну, ты же сам знаешь. Ну, я знаю, но вот я в 2002 году, меня сняли и посадили. До этого я все отправил в российскую лабораторию, перепроверили. А потом, значит, опять поставили Анну Кулинургель-Деева. Потом поставили еще два человека, которые сменились. И опять началась та же самая круговерца. Самое-самое главное, самое главное, то, что не тестируются лошади. И вывести это поголовье к тестированным лошадям, еще записанную общесоюзную племенную, и будет очень трудно. Ну, окей, ведь я работал, правильно? На самом деле. Александр Федорович. У меня большая проблема. Желание самое главное. Самое главное – желание. Но почему нет этого желания? Как ты думаешь? Да, понятия не имею. Нет такого желания. Все хорошо. Но боятся, может быть, что кто-то не пройдет. Ну, скажи, что? Или, может, даже много не пройдет. И я думаю, что просто, значит, боятся, боятся, что те, кто начнут эту проверку, и у кого, значит, побоясен, что много фальшивых, и они могут отвечать. Я думаю, поэтому боятся.